Наталья Николаевна дежурит у дверей Горгаза с 9 утра. Женщине уже 7 лет не могут включить газ в ее частном доме. Не получается договориться с властью. Чиновники не дают разрешения на газификацию. Отказывают потому, что нет проекта планировки и межевания дачных участков СНТ Локомодив-1. Делать этот проект почему-то никто не торопится. Поторопить чиновников решили в региональном Газпроме. Газовики обратились в суд, но забыли указать в заявлении участок Натальи Ивановой. Для нее это стало последней каплей. Офис газовой службы она решила взять в осаду. Я сегодня не уйду отсюда, пока вы меня не включите в это заявление. Потому что сказали, кто не попадет в заявление, тот будет доказывать свое право на газ уже собственными силами. Вы представляете, пробивать опять эту стену непробиваемую, да, уже просто здоровья нет. Я похудела, я не знаю, на кого же похоже, на собаку. Такое отношение к себе Наталья Николаевна объясняет заговором. Ведь соседние участки в исковом заявлении фигурируют. Я говорю, почему включили? Это вот, значит, погоны, он майор. А у этого кошелек большой, так выходит. Почему не мой участок, там, где мы действительно живем, два пенсионера. Земля Ивановых готова к газификации давно. Проведены новые трубы, поставлены счетчики. На все про все ушло больше двух сотен тысяч рублей. Но до сих пор газовое оборудование простаивает. Котел висит уже, мы купили протерм 6 лет. Он бездействует, потому как нечего подключать. Мне пришлось купить твердотопленный. Так что пока пенсионерам приходится топиться зимой дровами. Это удовольствие не дешевое. За зиму на них тратится больше 50 тысяч рублей. Больше жизнь семьи Ивановых негде. Дом специально перестраивали под основное место жительства. Здание капитальное, в нем водопровод, электричество. Но вот голубого топлива дождаться не могут. В «Газпроме» заверяют, что на стороне людей и готовы газифицировать садовое товарищество. Ведь новые потребители будут приносить деньги. Что касается беспокойства Натальи Ивановой по поводу иска в суд, то они беспочвенно заявляют газовики. Он просит, чтобы ее включили, даже не просит, а требует, чтобы ее включили в число заявителей по именно этого заявления, опасаясь, что ее газификация будет под вопросом. В данном случае это не так, поскольку это касается всех жителей. Если будет положительное решение хотя бы по одному или двум, как сказали наши юристы, то в дальнейшем то же самое, прецедент, что называется, будет перенесен. Газовики нас заверили, что Наталья Иванова в исковое заявление впишут. Так что теперь поставить точку в газовом вопросе сможет суд. А если, конечно, служители Фемиды встанут на сторону газовиков и жителей СНТ. Никита Королев, Егор Хребко, 6 канал.